Итак, рад всех видеть, кто дошел. Я называю героями тем, кто дошел, потому что когда человека знакомят с чем-то важным, то внутри есть часть, которая будет с этим самому сопротивляться. Поэтому есть павшие герои, которые посмертно не дошли. Я посылаю им большой привет. Но благо есть запись, то будет возможность послушать. Вообще сейчас цивилизация так немножко спуталась, потому что есть много всего в записи, поэтому можно слушать. Короче говоря, те, кто будут наслушать записи, получат удовольствие от того, что я имел хорошую аудиторию живую, поэтому в целом хорошо иметь хотя бы немного, но достаточно качественных слушателей, которые я буду стимулировать. И тогда можно сделать так, чтобы потом записи можно будет слушать много кому в разных уголках мира. У меня сегодня, как бы такая полу... То есть у меня есть там некий список, но когда я там размышлял на тему как что, и у меня где-то последний час назад у меня добавилось две идеи, которые сначала одна, которая меня очень порадовала, а потом, чтобы ее правильнее запустить, у меня возникла еще одна, с которой я и начну. Так вот, ну как бы в духовных практиках есть две основные, так сказать, два основных две стороны. То есть одна это практика-практика, то есть когда ты там что-то там делаешь, а другая это практика в виде теории, то есть когда ты что-то через мозги пропускаешь, то есть знания. Вот, и начну мы, первая часть будет по поводу той части, которая связана со знаниями, и я хочу сегодня использовать еще, разобрать одну важную вещь. Вот, есть там как бы мои любимые слова, которые, так сказать, все используют, это там архетип, миф, Грегор, и в том числе метафора. Вот метафора, метафора это очень важное слово, которое в еврейском для тех, кто будет слушать, оно немножко напоминает слово машаль, вот, но машаль это метафора, притча, это, ну, как бы они не 100% воспадают, но кто будет с еврейской стороны искать параллель, да, то это называется машаль, что-то похожее. Вот, но метафора это очень интересная вещь, что вообще если смотреть на какую-то духовную традицию, то в ней есть какие-то внутренние механизмы развития, а есть внешние, которые приходят из других систем, которые взаимно обогащают. Поэтому самые близкие друзья такие, есть такое в английском выражение френами, это такое фред плюс, фред плюс энами, то есть те, которые попадают друг к другу и при этом больше все ругаются. Поэтому греки это один из таких вот интересных феноменов, то есть евреи с греками там ругались, и у нас сейчас будет праздник Ханука, мы о нем немножко затронем, то есть о том, как мы победили греков, вот, в одном из контекстов, но с другой стороны греческая философия, она очень сильно обогатила иудаизм. Вот, при этом официальные евреи про это не говорят, потому что, как бы, они считают, что мы такие крутые, так сказать, вот у нас оно появилось, откуда, так сказать, ну вот появилось и появилось. Вот, а на самом деле эти всякие такие академические круги, они смотрят, что многое было, в частности, каббала очень сильно всплыло, когда там появилось понятие эманаций, там этих самых, то есть фирот это эманаций просто, вот, то есть когда проявление божественного, то есть не платоники там эту идею взяли и развили, а потом евреи, которые там были в то время достаточно образованные, они в каббале это применили, и бог, который был един, и он вдруг стал разбиваться на части, на аспекты, на грани, и это была греческая заслуга. Так вот, еще одна греческая заслуга было понятие метафоры, причем, что забавно, я вот тут специально притащил книжку, вот она у меня здесь лежала, вот, дело в том, что, ну, метафора там это времен, там, Платона и прочие компании, ты, наверное, лучше про философов больше знаешь, вот, но был интересный персонаж такой, его звали Филон, жил он в Александрии, то есть в Египте, вот, и, значит, книжка называется Тора из Александрии, вот, при этом у него очень забавная биография, дело в том, что он, в Египте в то время была огромная еврейская община, причем она возникла в тот момент, когда греки распространили свое влияние на многое место в мире, им нужны были, как бы, интеллектуальная элита, которая бы там была с местными, простонародными массами ими управляла, ну, менеджеры, скажем так, вот, и евреи в это дело сразу поняли, что это им хорошие шансы, очень много было евреев, которые поехали в Египет, так сказать, работать там менеджерами в местную египетскую систему, вот, и поэтому там была гигантская община, мы сейчас не будем ее историю разбирать, ну, в общем, Александрия была, это самое, центром в то время, и поэтому там было, сколько там, может, даже миллион евреев, не знаю, ну, в общем, довольно много, вот, и при этом было забавно, что многие евреи были ассимилированы, даже иврит не знали, и вот этот самый Филон Александрийский, по многим версиям, он даже не знал иврит, хотя написал серьезный комментарий, но он был из такой ассимилированной семьи греческой, где там его родители были какими-то большими начальниками в местной среде, вот, и он написал, комментарий на Тору под воздействием греческих, платоновских и прочих таких идей, вот, а дальше было очень забавно, дело в том, что сами евреи его не оценили, как-то так и в классических еврейских там книгах там про его ничего не поминают, но его комментарий на Тору очень оценили появившиеся христиане, потому что это был такой язык описания сюжетов из Торы, что Филонов все становятся христианским комментатором, хотя он был еврей, писал для евреев, но как бы вот евреи не догнали, типа, вот, и только вот где-то в 20 веке, может, в 19, так сказать, начали, так сказать, к нему опять обращать на него внимание уже евреи, и вот эта книжка там, вот, такой, значит, называется, она, видите, там, Тора из Александрии, то есть именно Тора, не Библия, то есть именно как еврейский, еврейский, как бы, текст, вот, она там в нескольких томах, это просто у меня какой-то из них, называется причем Кодыш Пресс, то есть это такое вполне еврейское издательство, вот, при этом в средние века там был какой-то книга там с портретами всяких философов, там, нам, значит, соответственно, кто-то нарисовал этого Филона в каком-то нацитом веке, времена Ренессанса, и вот этот портрет, конечно, не портрет, ну, такой очень, вот, забавный, вот, и я, как бы, его упоминаю сейчас в нашем контексте. Так вот, что такое метафора, вот, метафора это некий образ, который позволяет пролить свет на какую-то сложную систему, сравнив ее с чем-то, вот, и почему я эту тему очень люблю, потому что, вот, иногда считается, что вот продвижение науки происходит с ее усложнением, то есть чем дальше, тем сложнее, там, какая-нибудь, там, квантовая физика, вообще, ничего не понятно, то есть, там, чем, и вот, казалось бы, там, чем человек, там, говорит более непонятным языком, тем он, типа, более умный. На самом деле, это нагло и лучшее. В смысле, что настоящему умный педагог, он должен найти такой способ изложить сложную систему, чтобы она была понятна не только, там, избранному кругу своих таких же, а именно в массы. И поэтому есть даже такая, вот, как бы, как бы, система измерений, да, что вот есть, там, глубина материала, а есть его, как бы, простота, то есть, один из... И поэтому, например, как кто-то первый, например, что-то заумное говорит, а потом приходит следующий и говорит, ой, я придумал как-то просто объяснить, и одна из самых ценных идей в эволюции, это то, что какая-то вещь становится... Это к нам? Да, какая-то вещь становится более доступной. И это, кстати, очень похоже на программирование. Есть выражение, там, знаете, программа для дураков. То есть, сначала, как программа очень сложно устроена, просто так и сидит, поэтому... Вот, можете сидеть даже здесь, там, она не мешает. Вот, и поэтому, например, это очень известно, например, вот мобильный телефон, да, сначала, что было сложно, а потом, например, когда появились, там, иконки, когда человек, там, просто нажимает одним пальцем, там, и свайпает, и, там, значит, двигает. Это сейчас, особенно, когда с ковидом, там, бабушки стали понимать, что если они не освоят телефон, то они просто, там, сдохнут от тоски в этом самом локдауне своем, то народу казалось, что технология вполне доступна, и там любая бабушка вполне может, там, управлять этим очень сложным телефоном. Вот, и поэтому, как бы, это такой тренд общемировой. Вот, но он же очень важен нам в понятии духовных текстов, потому что метафора – это один из инструментов, который позволяет нам сложные вещи понять. И, что забавно, что один из источников полезных метафор – это, например, наука. Ну, например, когда мы говорим, что, например, Бог, он, там, всезнающий. Вот, так это, ну, как бы, что такое всезнающий? А, например, когда у нас тут висит какая-нибудь тут где-то, вот, видеокамера, вот, и где-то там кто-то сидит с помощью интернета где-нибудь, там, в Нью-Джерси, там, наш, там, друг, и может посмотреть, что может, что, наш урок, там, с другого места, то сейчас понятие, там, всевидящее око, оно, например, абсолютно легко воспринимается человеком, потому что просто технология позволяет нам это сделать даже без всякого мистического аспекта. Вот, но мы понимаем, что это лучше, поэтому, по-моему, Аркаша, там, пару дней назад, там… Примейсенс. Да, сейчас, сейчас, не все так сразу. Вот, так, поэтому просто недавно обсуждали, да, что, вот, там, как раз мы, там, на какой-то лекции были, там кто-то рассказывал, да, вот, что, вот, там, человек, даже если он один в комнате, он должен, там, бояться Бога. Почему? Потому что Бог, он, типа, там, видит, даже если тебя никто больше не видит, поэтому ты должен вести себя в одиночестве. Да, я сказал, что я ощущаю 20 лет больше, что… Ну, да, ну, не важно, да, там, осталось… Ну, и, короче говоря, поэтому компьютерная метафора, они, там, очень сильно обогатили духовную практику. Или, например, сама, вот, идея квантовой физики, что влияние наблюдателя на процесс, да, то есть, что, вот, каких-то, там, квантовых, там, процессах, там, значит, если человек на него смотрит, там, происходит одно, он не смотрит другое, в общем. Это очень напоминает, да, что духовный человек, он, значит, он, как бы, своим взглядом влияет на реальность. То есть, в материальном мире это, как бы, все было абсурдом, да, значит, как ты можешь там смотреть, оно влияет на самом деле. И поэтому, вот, в науке очень много метафор, и, например, до недавнего времени была очень популярна именно компьютерная метафора. Например, там, религиозный человек, он, как программист, значит, он, как бы, что-то там пишет программы. То есть, вот, софтвер — это то, что в мозгу, там, хардвер — это то, что в теле, то есть, все это было очень-очень популярно. Сейчас, сейчас. Вот, и поэтому метафора, она, более сложные вещи делают простыми, при учетом, что сама метафора, она очень глубокая. Вот, но, что важно понять, что, как любая сильная вещь, она суперопасная. Поэтому метафоры — это одно из самых злобных оружий всяких провокаторов и пропагандистов, которые, значит, вот, это самое... Например, я вот искал самый злобный пример. Например, когда Гитлер, там, сказать, устроил охоту на евреев, он их сравнил, там, с крысами, например. Вот, ну, вот, да. Но при этом, когда там тебе грузят голову, что евреи — это как эти паразиты, крысы, которые там что-то разносят, то человек, который там не будет... То есть, метафора, опять же, она поверх барьера заходит. То есть, если у тебя уже в голове склеилась там какая-нибудь злобная крыса, еще какая-нибудь карикатура нарисует, то эти несчастные немцы, которые вроде интеллигентные, они просто, как бы, в массовом порядке brainwash, что называется. То есть, метафора, она загружается, и поэтому метафоры могут быть самые ужасные и злобные. Например, с ковидом там все там, все там на метафорах построено, почти все. Ну, как бы, можно эту тему разбирать, просто я не хочу. Вот, поэтому метафора — это вещь, которая суперопасная, поэтому нужно понимать, что, когда она возникла, то, когда тебе кто-то что-то с чем-то сравнивает, то нужно быть очень аккуратным, потому что она легко заходит. Она, как бы, ты ее не рационально воспринимаешь, а на уровне просто, вот, как бы, вот программка, которая зашла, вот, понимаешь, да, вот, при этом эта штука такая, вот ты ее сразу наложил, и она уже у тебя сидит, как этот самый, который там, клещ, который она читает, так сказать, уже... И вырвать его очень тяжело, потому что, ну, как я уже, когда Гитлер сказал, что евреи как крысы, да, ну, нам, как бы, немножко легче это дистанцироваться, потому что я предупредил, что это метафора Гитлера, но если бы, там, и мы все-таки в синагоге. Но я, как бы, так сказать, не побоялся использовать этот пример, потому что он такой очень жесткий, потому что мы это все не очень знаем, мы там, ну, конечно, почитать Майнкап и прочие вещи, я там недавно для общего развития, там, послушал какой-то кусочек лекций про проявление Гитлера и что он там делал, ну, как бы, это такая очень... ну, там много всего, но в том числе метафора, она позволяет, вот, и ярлыки вешать, и, там, демонизировать, и делать всякие такие нехорошие вещи. Но, 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 опять же, это обратная сторона медали, поэтому нужно понимать, что, вот, любые сильные инструменты, они в руках негодяев превращаются в очень сильное, так сказать, это называется оружие массового поражения. Ну, индокринация, да. Это все называется, там, демагогия, и прочие вещи, то есть, их используют, и поэтому это нужно понимать, да, что это, как бы, про те же самые метафоры, что они чреваты. Но, с другой стороны, они суперполезны, и поэтому, моя, как бы, такая вступительная часть будет, вторая будет более, про одну метафору я поговорю более красиво, вот, но нужно понимать, да, что метафора, она позволяет, так сказать, погружаться в глубины какого-то сложного материала, именно за счет того, что она описывается очень простым способом, и поэтому, я помню, я когда-то лекцию по Габале делал, мы там, 7-летней дочке, там, какими-то простыми способами объяснял, вот, что значит это, что значит это, вот, и, поэтому, более того, фраза в Торе, что человек создан по образу подобию Бога, в том числе, в том числе понимается, что человек может использоваться как метафора для понимания Бога, что очень странно, но понятно. Например, в Торе есть понятие «рука Бога». Теперь, что такое «рука Бога»? Бога есть рука, но это имеется в виду, что Бог там, если он там где-то с неба хочет у нас что-то здесь сделать, то он, как бы, в нашем мире проявляется через руку, то есть через такой extension, то есть через то, что он здесь что-то делает. Или, например, глаз Бога, да, то есть, поэтому, например, очень интересно, что когда у нас есть такой еще интересный персонаж, Онкелас, который переводил Тору с еврейского на арамейский, это очень забавно, потому что в то время арамейский был разговорным языком, как и Ингофранка, то есть разговорным языком всего того Ближнего Востока, и поэтому переводили на арамейский, но при этом использовали какие-то средства, чтобы было доступно, и поэтому Онкелас, он все такие метафорические слова заменял на, ну, например, там «бог спустился», он написал там «бог», типа там «пошел разобраться». Поэтому, например, когда, вот я как раз недавно изучал там с кеми коллегами, там, что такое «бог спустился», это означает, что, ну, нам кажется, что Бог где-то далеко спустился, значит, что Он пошел смотреть, что происходит, например, «Вавилонская башня». Ну, например, «Вавилонская башня была разрушена», что значит, да, что Бог сначала сидел, смотрел, там люди какую-то фигню делают, потом вот надоело, Он пошел, говорит, да, «да, это как фигня, надо ее разрушить, потому что это неправильно все, да, и Он там, значит, ее разрушил». То есть «спустился» означает, что Бог как бы обычно, он как бы не очень заметен, Но когда он что-то производит, то можно сказать, что он спустился, если мы верим, что это Бог. Поэтому, например, ковид это однозначно божественное мероприятие, потому что в нем огромное количество вещей, полезных для духовных процессов. Я сейчас не буду их разбирать, но с другой стороны, одна из вещей, которую я хочу сказать, например, борьба медицины с духовностью. Например, в Америке, так как огромное количество денег уходит, я читал, что чуть ли не половина, но может быть четверть всех расходов медицины уходит на поддержание человека во время последнего месяца его жизни. Потому что его там бешеные какие-то жуткие приборы, при этом 90% этих людей, им этот последний месяц жизни нафиг не нужен, извиняюсь за выражение. Но кому он нужен, он нужен тем, кто на этом зарабатывает. Поэтому огромное количество медицинской в Америке систем построено на том, что вот если человек попал в какой-нибудь Норсингхом, то они его там еще, теперь нам и на это посадим, на это посадим, подключим к этому, подключим к этому. Вот, и оно качается, вот, и эта вся паразитная система работает. И поэтому, например, я знаю, что почти во всех странах треть погибших от ковида это были пациенты Норсингхомов. Почему? Потому что я иногда захаживаю Норсингхом к каким-то там клиентам. Я вижу эти бабушки, которые там, на лице написано, что это просто уже зомби, которые просто их там поддерживают просто, чтобы скачивать, ну, вот. И поэтому, когда Бог говорит, ребята, так сказать, вы, конечно, можете это самое, продлевать жизнь людям, которые не знают, зачем они живут изначально, вот. Но давайте немножко, так сказать, ну, это, конечно, очень неполиткорректное выражение, но давайте немножко поможем этим людям, так сказать, не являться балластом и абузой для самих себя буквально. Потому что люди живут, я недавно там у кого-то общался, да, то есть мои там знакомые ходили там в дом человека, который недавно умер, говорят там просто, ну, было видно, что он в последнее время просто уже непонятно было, раньше он жил, то есть просто там уже какой-то человек, в какой-то момент у него просто уже потерялась вот эта самая тяга к жизни. А медицина, ну, там, в Америке, в России, например, там, слава Богу, ну, так, слава Богу, то есть бедные страны, у них нет вот этого паразитного механизма, но в Америке, например, в Европе, это есть. Теперь это, конечно, звучит уже жутко неполиткорректно, но мы как бы все свои, условно говоря, неважно. Вот, поэтому одна из вещей, что действительно Бог там периодически помогает людям уйти, тем, которым это мешает сделать какая-то медицинская мафия, которая... Более того, я там, я все время, у него там, эта бабушка хотела прийти в другое Ньюрсингхом, и ее не отпускали просто потому, что уже... Я помню, у меня там были связи, я там, мне там ее какая-то знакомая позвонила, я, значит, говорю, ладно, у меня есть там в связях, там, значит, секретарша конгрессмена, вот, я ему там написал, говорю, вот, значит, давай, поучаствуй, значит, она там позвонила Ньюрсингхом, там, сказать, они говорят, yes, sir, так сказать, быстренько бабушку отпустили в другое Ньюрсингхом. То есть, если бы я не позвонил тому конгрессмену, ее бы не отпустили, потому что, ну, как бы уже, если что-то попался, то, так сказать, я так просто, ты уже являешься для них, там, этим самым способом. Вот, поэтому Бог спустился, это означает, что Бог что-то в этом мире сделал. Теперь, то, что Бог сделал, это не всегда нам кажется понятно, потому что мы люди добрые, нам кажется, да, что надо всех любить, там, всех помогать и так далее, а Бога своя более сложная аджента, как говорится, поэтому у меня вообще принцип такой, да, что если есть какое-то глобальное явление, которое нам кажется идиотским, странным или ужасным, то в нем есть какие-то вещи, которые, в которых Бог заинтересован, и если они могут это повлиять или помешать или еще что-то, я, по крайней мере, могу понять, там, есть ли у Бога какая-то польза от этого, то есть, по крайней мере, можно что-то найти и с этим как-то работать. Поэтому метафора Бог спустился означает, что Бог вмешался, вот, или там Бог видит, опять же, да, понятно, значит, Бог посмотрел, там, или Бог, вот, и поэтому идея, что многие вещи, как бы, через, это называется антропорфитмы, да, то есть, там, типа, что вот, как бы, через человека мы можем, как бы, смотреть, там, на Бога и как-то что-то понять. Но, опять же, понимая, да, как есть другая фраза, что его мысли мои мысли, да, то есть, мы не можем понять 100%, но можем пробовать. И тут, кстати, нужна быть демократия, то есть, если кому-то не нравится такой комментарий, то, значит, ну, как бы, это, значит, это не зашел, как говорят молодежи, а если и понравился, значит, пользуйтесь на здоровье, потому что это такая вещь, которая, она субъективная, поэтому метафора, она всегда, это полезная вещь, но кому-то она может не зайти, поэтому метафора-то не, 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 не закон, это, некое такое средство для познания мира. Вот, поэтому метафора, действительно, интересно, что то же самое символизм, вот, и, вот уже после Филона, уже всерьез у евреев, как я рассказываю не только, для вас, так сказать, вот, буквально очень сильным в этом плане складом отличился Равгирш такой был в середине 19 века, один из величайших мудрецов еврейства, который самсон Рафаэл Гирш, да, он, причем это была тоже интересная ситуация, что в Германии была огромная ассимиляция, то есть Германия, как особая умная страна, значит, начала быстро бежать пачками из Риги и из удаизма, из христианства, из всего, вот, и Равгирш, он, будучи академически образованный, то есть он учился там, философии немецкой и прочими, он, значит, понял, что надо как-то найти новые пути, и он, в том числе, вот у него есть книжка, там, еврейский символизм, много чего, то есть, где он, опять же, объясняет многие вещи на языке символов, и это уже стало таким, как бы, еврейским, опять, в 19 веке, когда понадобилось людям помогать, понимать какие-то вещи, например, там, устройство храма, вот, храм, да, например, когда мы говорим, что в храме есть там святая святых, да, то есть, или там есть минора, например, да, то есть, вот у нас сейчас хануфка будет, мы сейчас к ней идем чуть позже, да, вот, и минор, это светильник, который, значит, там, обладает семью, там, этими самыми источниками огня, вот, то есть, это тоже там может обозначать там всем органов, там, чувств, еще чего-то, там, всякие, там, что там, значит, два глаза, там, два уха, две ноздри и рот, ну, как бы, в том числе, то есть, можно много-много параллелей проводить, и это такая очень, с другой стороны, это напоминает дерево, там, или этот горящий куст, который был, то есть, в общем, или, например, когда-то у нас в храме был жертвенник, на котором, значит, там, сжигали эти жертвы, то было выражение, как бы, что Бог, как бы, их кушает, жертвы, но, имеется в виду, что, значит, кушает, ему это, как бы, не очень нужно, сжигание животных, само по себе, но важно было, что человек, который приносил жертву, он в этот момент думал о чем-то возвышенном, и это было, как такой вот емейл, который заходил наверх, то есть, чтобы мысль человека дошла наверх, нужно, как бы, мы в прошлый раз говорили про душу, и есть такая понятия, да, что, когда что-то рождается, душа, типа, у него спускается, когда что-то умирает, душа летит обратно, и поэтому, когда вот эту самую, там, корову, там, ее, там, зарезали, вот, то ее душа, типа, она улетит куда-то там вверх, и если в это время, там, ты какую-то мысль, там, важную для себя делаешь, говоришь, что, как бы, она, как бы, с этой, попутная, попутный транспорт, как бы, да, и поэтому люди, там, духовные, они понимали, да, что в тот момент, когда, там, эту корову зарезают, происходит какая-то... Коммуникация. Да, канал связи происходит, и поэтому эта штука, она вот так работала. Но в чем, в чем обратная сторона медали? В том, что про это говорилось только тем, кто может понять. Простым людям говорилось, ну, типа, приносить корову уже хорошо, а особо нахальные люди, они, как бы, миссиюс, то есть они, как бы, говорили, там, слушай, если можно сделать кучу, какую-то гадость, потом откупиться коровой, то можно, то люди, как взятку давали просто, говорили, о, там, корову принесу, чем богат, человек богатый мог, там, себе позволить, там, в принципе, даже, там, стадо коров, вот, как сейчас олигархи, знаете, там, они, там, это в синагогу денег отстегнут, вот, а потом пойдут, значит, там, это самое, грабить честный народ, вот, поэтому, вся там, это такая связь между религиями и олигархами, это такая очень мутная тема, потому что, вот, это самое, донейшн, это такой способ отмазаться, вот, я даже, не помню, рассказывал, у меня был друг, один, он, сражение, умер, который издатель книжек еврейских, и он рассказывал, что у него был свой друг, который, значит, был олигарх, и, когда он ему плохо спалось, он чувствовал, что он что-то там нашкодил, и ему там не спалось, он звал своего бухгалтера, а у бухгалтера был, значит, список книжек, которые этот мой друг ему выставил, которые он бы хотел издать, и он говорит, ну, значит, да,85-па, помириться с Богом, ну, давай список, значит, и он говорит, ну, давай, вот, издадим книжку номер восемь, допустим, да, и, значит, сколько там стоит? Там сто тысяч, ну, неважно, а теперь, значит, выпишет сто тысяч там, к тому же моих, пусть издает книжку, вот, и, значит, таким образом он говорит, о, вроде, спится легче, значит, наверное, типа, откупился, вот, при этом там такие странные книжки издавались, то есть, я помню, как-то купил, там, была книжка по астрологии, то есть, там, какая-то такая совершенно средневековая логика, то есть вообще понять ничего невозможно, то есть какое-то, ну вот ткнул пальцем, вот и вот, поэтому но опять же поэтому сказано, что потом Бог храм разрушил, сказал, что вот эту идею люди используют как бы во вред самому себе потому что у них как бы называется иллюзия, что они могут просто отстегнуть и откупиться она как бы испортила саму хорошую идею, поэтому духовная коррупция, да, да духовная коррупция, да, именно спасибо и поэтому метафоры, они действительно важны, поэтому, например, сейчас там есть спор в идеале нужно ли восстанавливать жито-приношение или не нужно вот, они говорят, что да, вот действительно это крутая вещь, другие говорят, что у нас сейчас там цивилизация сейчас очень забавная пару лет назад евреи решили в Песах принести этот пасхальную ягненка вот, и значит, его ягненка притащили вот, и там, значит, собралась толпа, значит И когда его огнёнка зарезали, там половина народа упала в обморок, потому что... И стали писать в Фейсбуке, что это ужас, ужас, значит, какие-то варвары там все, значит, как-то может это несчастное огнёнка зарезать. И они просто все были там, у них был такой культурный шок. А у меня, например, в моей группе есть один дедушка, которого папа был агроном, и который, так сказать, возил его на это самое, на бойню. И для него это было, там, курицу просто зарезать. Ну, почему в барабарке каждый капороз? Ну, капороз, они тебя не зарезают в своём присутствии, их просто... Ну, при мне зарезали, там не было 15-16 лет. Ну, короче, ты хочешь, можешь присутствовать, но если не хочешь, можешь... Да, ну ты... Передём к Кипру, мой раба, раба села, как он говорил. И если ты не... ну, то есть, когда уже ты идёшь сюда, и ты не видишь, лучше ты видишь, ты сделаешь лучше чувак. Да-да-да, не, ну, окажешь, правда, что когда ты видишь, как зарезают эту курицу, ты, опять же, я говорю, не дистанционер, но если ты, как бы... Ну, просто дело в том, что постепенно такая вещь, как любая жестокость, она постепенно входит в культуру, и, то есть, поэтому, там, в древности, когда там врезали, там, городами, то есть, у них просто была другая ментальность. Поэтому сейчас, там, все эти снежинки, культура, когда сноуфлекс, да, когда там человек, там, уже всего боится, там, и всё, политкорректность, его там боятся, его там, на любое слово, он там уже, на него не чихает, чтобы, не дай бог, он там суд ещё не подал, что там его, это самооскорбили, то об это другая крайность пошла. Но, в целом, сама идея, вот, она действительно, как бы, да, вот, если там курицу зарезать, ты понимаешь, даже вот её душа там чего-то, и что, например, мы там говорим, что курица там идёт на смерть, а я там иду в жизнь, там, хорошую, там, то есть, да, молитвенники нашим, да. Поэтому всё это, как бы, такая очень многослойная тема, и поэтому, когда мы её лучше понимаем, то она нам помогает очень много в жизни проникнуть и решить, что там, такие важные для себя вещи. Вот поэтому про метафору можно много чего говорить, вот, если есть какие-нибудь, там, короткие вопросы или мысли, я их добавлю, просто у меня, как бы, отдать.